В селе Тургиново Калининского округа состоялась 20-я церемония вступления новых членов Молодежный Георгиевский союз Тверской области. Мероприятие прошло на базе регионального центра образования Тургиново и храма Покрова Пресвятой Богородицы. Участников торжественного мероприятия приветствовал председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев. Об этом рассказывает наш корреспондент. Региональная молодежная организация Георгиевский союз Тверской области была создана в мае 2004 года на базе Тургиновской средней школы при непосредственной поддержке Ассоциации тверских землячеств и Союза моряков-подводников ВМФ России. Главными направлениями деятельности организации стало духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, подготовка юношей и девушек к ответственному участию в жизни страны. Сегодня Молодежный Георгиевский союз состоит из кадетского корпуса имени вице-адмирала Корнилова и дружины сестер Милосердия имени Вакуниной, в которых участвуют школьники города Твери, Калининского, Лесного, Старицкого, муниципальных округов. 22 мая ряды молодежного Георгиевского отряда имени Героя Крымской войны вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова пополнились 36 кадетами. Георгиевцами стали 9 учеников регионального центра образования Тургинова и 27 учащихся школы номер 34 Твери. Я очень рада, что я вступаю в наш Георгиевский отряд. Я буду на славу России трудиться и стараться. Детей привлекают в общественные мероприятия и довольны тем, что молодежь к чему-то стремится, чтобы не болтались, где попало, а занимались нужными делами для блага нашего Отечества. Со временем основание союза его духовным центром является храм Покрова Пресвятой Богородицы села Тургинова. Именно здесь и прошло посвящение в Георгиевце. Ребята торжественно приняли присягу, получили удостоверение и знаки. Участникам церемонии обратился председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев. Важно, что вы приняли осознанное имя и находитесь здесь сейчас в храме, где идет церемония. И очень важно, чтобы этот настрой и в том волнении этого вы сохраняли передачи. Я хочу пожелать вам крепко любить свою Родину, слушать своих наставников и в школе, и в жизни. И свято верить в то, что Россия, Великая Россия, она непобедима. За 20 лет деятельности Георгиевского союза в Тверской области его ряды прошли тысячи юношей и девушек. Пройти путь Георгиевского союза, это значит воспитать в себе чувство любви к Родине, чувство любви к вере нашей, надежду на возрождение России, готовность ее защищать. И с оружием в руках на поле боя, и на любом другом месте в государстве быть честным, порядочным, настоящим представителем России. Вот это была главная идея нашего союза, она продолжает оставаться. После торжественной присяги участники церемонии возложили цветы к памятнику воинам, погибшим при освобождении села Тургиново от немецко-фашистских захватчиков. Более подробно о патриотической работе и в целом о деятельности регионального центра образования Тургинова, его директор Ольга Карасева рассказала спикеру областного парламента Сергею Голубеву в ходе экскурсии по образовательному учреждению. В августе 2023 года было введено в эксплуатацию новое двухэтажное здание школы, рассчитанное на 300 мест. Новое образовательное учреждение получило статус регионального образовательного центра. Помимо учебной деятельности, особое внимание здесь уделяется патриотическому воспитанию школьников. Не случайно именно на базе Тургиновской школы 20 лет назад начали свою деятельность молодежные георгиевские отряды. И сегодня их выпускники присылают в адрес школы благодарные отклики, видеоприветы и поздравления. За это время выпущено более 150 человек из наших георгиевских отрядов. Все они кем-то стали в этой жизни инженерами, учителями, врачами или многодетными родителями. Конечно, ведется огромная работа учителями нашего образовательного центра. Это кропотливая, каждодневная, я бы сказала, работа. Но она дает свои плоды. И когда мы видим такие результаты, нас это очень вдохновляет. Мы готовы работать с еще большим усердием, чтобы воспитать наших детей, сделать из них, самое главное, достойных граждан нашей страны. Георгиевцы проводят большую работу по исследованию родного края. Особое внимание уделяется изучению жизни и подвигов земляков, участников Великой Отечественной войны и вооруженных конфликтов. В каждом отряде есть знамя памяти, на котором вышиты имена погибших земляков. Также ребята активны участники, призеры, победители различных викторин, олимпиад, научно-практических конференций, корниловских чтений и уроков мужества. Продолжение следует...